Региональная общественная организация Дагестанско-Чеченское землячество Ненецкого автономного округа зарегистрирована на территории региона. Землячество собирается участвовать в развитии традиций добрососедских взаимоотношений, укреплять мир, дружбу и согласие между народами, знакомить коренных жителей с историей, культурой и духовным наследием многонационального Дагестана и Чеченской республики. Сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» председателя общественной организации Завурбек Абдулкаримов и член Дагестанско-Чеченского землячества Рамзан Сагаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своем землячестве. Землячество наше образовано в феврале 2016 года на территории Ненецкого автономного округа. Она зарегистрирована в Минюсте, и мы в связи с этим тесно по проведению уставных задач взаимодействуем с департаментом региональной политики. Расскажите немного о себе. Ну, я работаю, ну, приехал сюда, в город Нарьямбар, 4 года тому назад. Работаю тренером-преподавателем по вольной борьбе «Дюсиджа Старт». Так, со мной здесь проживает семья моя. Деятельностью по этому землячеству мы плотно начали заниматься в этом году. Хотим его развивать и дальше, чтобы взаимодействовать с национальными диаспорами, зарегистрированными, которые находятся здесь на территории Ненецкого округа, внести свою лепту в развитие Ненецкого автономного округа. Расскажите, вот было сложно поменять вашу родину, там тепло, да, всегда, на наш северный климат? Ну, перемены всегда, они связаны с трудностями, особенно на первоначальной стадии, привыкнут к климату, обустроиться, ну, новые руководители, новая работа, новая обстановка. Ну, все это позади, мы уже акклиматизировались, вошли в русло и чувствуем себя комфортно в городе Нарьямбаре. Отлично. Розан Сипаевич, расскажите, а вы давно живете в Ненецком округе? Ну, хотел бы поприветствовать, во-первых, всех жителей Ненецкого автономного округа, в том числе и вас. Спасибо, что вы нас пригласили, уделили тоже нашему вниманию. И с 2008 года я на территории Ненецкого автономного округа. Рабочая наша деятельность — это строительство, это текущие ремонты. Вот мы как бы себя нашли в этом, и с 2008 года по сегодняшний день проживаем и трудимся, работаем и вкладываем в свою какую-то лепту. Ну, Нарьямбар уже стал для вас, может быть, немного родным городом? Вы знаете, я вообще родом родился в Казахстане. Для меня как бы, наоборот, роднее и теплее. Это тот климат, который здесь находится, люди, которые здесь находятся. И те отношения, которые у нас сложились на протяжении этого времени, только одни слова благодарности и как бы радости. Скажите, почему вы выбрали именно Нарьямбар для своей жизни? В 2008 году у меня здесь был хороший знакомый и родственник. Он мне предложил сюда приехать поработать. Я в 2008 году приехал. Я здесь поработал и определил для себя, что та атмосфера, которая здесь присутствует, и возможности, которые здесь есть, а возможности и в работе, в плане работы, и в отношениях, и совсем жители другие. Я был очень во многих регионах Российской Федерации. Это в Поволжье, Урал, Москва, Санкт-Петербург. И потому я себе, пристанище, и своей семье нашел здесь. Потому что теплые отношения, доступна и работа. И вот меня вот это вот здесь и заманило. Хотя и небольшой городок у нас, да? Хотя и небольшой городок, да. Ну, я в Нарьямбар попал тоже случайно. Познакомился с человеком, который здесь жил, работал. И, ну, сказал, что я хочу работать тренером. Они здесь переговорили, пригласили меня, встретили в Москве. Приехав в Нарьямбар, меня уже ждала, в принципе, работа. Начал работать и по настоящее время работаю в Дюсиша Старт, где у нас хороший коллектив. Ну, мне понравилось условие этой самой работы. И поэтому я решил остаться здесь, продолжить свою, пока получается, поработать, воспитывать подрастающие поколения. И землякам дома я говорю, что Денецкий автономный округ, он доброжелателен. Главное, ваши усилия в работе, и вас поймут и оценят. То есть вот вам посоветовали Нарьямбар, да? Да. И сейчас ваши земляки интересуются вот возможностью переехать, может быть, что вы им отвечаете? В основном те люди, которые звонят, интересуются, естественно, связывают работа. И по работе, когда начинаются эти все разговоры, естественно, люди переживают, спрашивают, какая там ситуация, как относятся, нет ли конфликтных ситуаций, не создаются ли такие. Потому что практически все приезжают на сезонную работу, и все как бы семейные люди. Естественно, мы им отвечаем, что так же, как и дома, может быть, и лучше, чем дома. Никаких конфликтных ситуаций не бывает, не происходит. Спокойно дают работать, спокойно люди работают. Жители тоже относятся хорошо, уважительно. В общем, и вот таким вот приезжают, отрабатывают сезон и уезжают. Ну и ваше землячество, да, ведь помогает оказывать помощь прежде? Естественно, мы ведем профилактические работы. Те люди, которые приезжают с нашей стороны, даже и не с нашей стороны. И вот как я сказал, что со стороны СНГ мы проводим профилактические работы, мы собираемся, мы им даем напутствие, как себя вести, как надо вести, уважительные отношения, законные отношения, как надо по закону быть, и уважать местный менталитет. В общем, вот в таком плане у нас работа эта ведется. А скучаете по родине? Как часто удается съездить? Вы знаете, так как я родился в Казахстане, я особо так в Чеченской республике не жил, хотя я представляю Чеченскую республику. И потому я, когда отсюда уезжаю, я себе не нахожу покоя, я не могу находиться там неделю или две недели времени, я сразу приезжаю сюда, даже если нет работы. В общем, вот такая вот здесь атмосфера хорошая. То есть, наверное, Мару завоевал ваше сердце. Да, все говорят, там витаминов нет, этого нет, природы нет. Но я не знаю, может быть, я из-за того, что я тоже на севере родился, меня как бы, мне здесь по душе. Что зимой, что летом, что весной, меня эта погода очень хорошо устраивает. А как много человек в вашем землячестве, и как вы взаимодействуете, какую помощь друг другу оказываете? Ну, у нас насчитывается около 50 человек, которые постоянно проживают здесь. Помощь мы оказываем друг другу в возникших вопросах, бытовые вопросы, при устройстве на работу, подсказываем, где есть какая работа. Постоянно взаимодействуем со всеми жителями, нашими земляками. Значит, проводим с ним беседы, они приходят к нам в гости, мы к ним ходим. Ну, в тех вопросах, какие возникают у них, мы стараемся максимально помочь. Где морально, где материально, как можем. А какие планы на ближайшее время у вас, у вашего землячества? Ну, ближайшие планы землячества более шире развивать и интегрироваться в общественно-политическую жизнь Донецкого автономного округа, провести здесь культурные мероприятия, спортивные мероприятия, вовлекать местное население в наши эти мероприятия и обменяться более нашими обычаями, культурой, ну, всеми этими вопросами. А какую помощь вам оказывает администрация округа? Недавно мы выиграли грант на выступление наших национальных традиций танцев. И, естественно, мы здесь, посоветовавшись, грант, деньги были выделены на шесть человек, мы посчитали нужным, чтобы всех порадовать, показать культуру такую, какая она есть, потому что у нас, как бы, танцы у нас, они коллективные. И провели переговоры с коллективом «Ансамбль» под названием «Ансар». И в составе 16 человек вот с 16-го числа они будут здесь, в округе, до 19-го числа. И будем, как бы, показывать со своей стороны ту культуру, которая есть. Хотел бы вот к Заурбеку еще добавить отношение, да, там, то, что вот землячество, вот это вот чечено-дагестанское или дагестано-чеченское, как бы, непринципиально. Я на территории округа один представитель Чеченской республики. И так как у нас нету возможности при количестве людей основывать диаспору, мы, как бы, вместе, сообща, работаем, да, над этим. И у нас, как бы, кругозор и общение не только с теми народностями или приезжими, которые с Дагестана или с Чеченской республики. У нас проходят мероприятия по всем воспитательным процессам, как надо себя вести в округе, иметь уважение, местные законы, законы Российской Федерации, это в том числе и страны СНГ, те приезжие, которые приезжают на работу, на заработки. Потому в этом плане у нас, как бы, хотя и молодое, молодое, это землячество, ну, в этом плане, я думаю, что на первые полугодия мы преуспели. В общем, это такая вот у нас работа на данный момент. А расскажите поподробнее, какие концерты и когда, где будут проходить? 16 числа, как я уже сказал. Сентября. 16 сентября, это на День округа, приглашены люди вот на грант, который, естественно, этих денег не хватало. Мы здесь, опять же, проявили спонсорство, спонсировали коллектив из 16 человек, которым будет, к сожалению, руководителя этого ансамбля не будет, так как у него есть еще запланированные концерты, да, там в Москве. Остальные, хореограф, организатор и все танцоры, в том числе и три музыканта, они будут здесь. С 16 числа они прилетают. Первый концерт мы будем проводить в Красном, это в 19.00. Имея возможность, я бы хотел сказать, кто хочет, пускай приезжает тоже в Красное поселок. После этого 17 у нас запланировано виски в 12.00. Вечером уже в 7.00, если я не ошибаюсь, у нас в Тельвиске запланировано и 18 числа мы будем выступать на площади. хотел бы тоже жителям сказать, кто имеет возможность, пожалуйста, приезжайте. Мы это организовали для того, чтобы показать наше истинное лицо уважения и тем самым подчеркнуть, что у нас отношения, то землячество, которое мы открыли, что мы вносим свою лепту в культуру и межнациональных отношений, укрепления межнациональных отношений, так как у нас такая программа, она есть. Я думаю, что в ближайшее время, где-то в ноябре либо в декабре в начале, если у нас пройдут приговоры хорошо, то мы уже ансамбль, который приедет на данный момент 16 числа, я думаю, что в коллективе 30-35 человек мы хотим здесь показать и сделать, организовать сольный концерт этого ансамбля. В общем, на данный момент вот такие вот у нас планы. Большие. Да. Очень насыщенная программа концертная по два концерта в день. Я думаю, что мы с этим справимся. Мы за это взялись не за того, чтобы не показать, а наоборот, чтобы показать и чтобы всех порадовать и чтобы поднять всем хорошее настроение. Расскажите, какие основные направления деятельности вашего землячества? Направление деятельности у нас землячество создано, чтобы все члены нашего землячества принимали активное участие общественно-политической жизни округа, принимали участие во всех мероприятиях культурных, празднования, Дня Победы, потом Дня Трудящихся 1 мая, День Защитника, а также проведение спортивных мероприятий, культурных мероприятий, а также больше, чтобы мы друг друга знали, что находимся, живем здесь, чтобы общались и вносили свою лепту в развитие Денецкого автономного округа по мере нашей возможности. Вы как профессионал, как оцениваете спортивную обстановку в округе? Какие достижения у ваших подопечных? Я могу в основном сказать за своих ребят. За период пребывания в городе Нареммаре, работая тренером, в секции вольной борьбы занимается человек периодически 50, наверное, то приходят некоторые, уходят, но они не теряются, по новой приходят некоторые, потом воспитаны за этот период 4 кандидата мастера спорта, выезжали ежегодно и вот в этом году в том числе выезжали на сборы в Дагестан, сборами это не кончалось, при помощи наших земляков, так как они оказали спонсорскую помощь, мы также выезжали на экскурсию в город Грозный, Пятигорск, на море, ну, вне программы сборов еще более шире их ознакомили с нашей культурой, нашим регионом, на рем-марце молодые ребята уже некоторые, скажу, два-три раз уже побывали у нас, им это нравится, я разговариваю с родителями, как дети там отнеслись, после сборов впечатления какие, у них хорошие впечатления, и они многие родители, которые детей, которые уже выезжали к нам заинтересованы, чтобы и в последующем их отправить туда в летнее время. А какие ребята к вам ходят, с какого возраста? У нас разного возраста, у нас санаторная школа-интернат, дети ходят, руководство особое внимание уделяет, чтобы они занимались спортом, вот они хорошо знают нашего коллегу моего, который рядом сидит, он как бы их генеральный спонсор, каждый раз они спрашивают, будет ли на соревнованиях Рамзан, Сагаев, потому что он их стимулирует материально. Ну, дети к нам ходят, значит, разных школ, студенты, также ходят и взрослые ребята, после работы они тоже посещают секцию борьбы. Как вы считаете, это важно знакомить с культурой разных народов, в том числе подрастающее поколение? Обязательно важно, это потому что здесь своя культура, культура выражается, ну, например, одежда у нас разная, обычаи разные, потом поведение в разных местах по-разному. Вот мы, когда ребята с Нариямара приезжают туда к нам, в Дагестан, допустим, вот выезжаем, мы им показываем, вот у нас вот так, на кладбище вот так, сваду проходит так, безалкогольные, я говорю, сейчас проводят, потом, например, общение с родителями, уважение к старшим, поездка в общественном транспорте, что место уступают, ну, есть свои особенности, то, что положительное нам нравится, мы берем здесь, свое передаем местным ребятам, но они заинтересованы, очень много, много, этот, любопытных ребят бывает, а вот это как, это как, им все интересно, мы по мере своей возможности рассказываем, показываем, как у нас, почему у нас. Сейчас вот часто заключаются многонациональные браки, да? Да. Как вы думаете, как воспитывать детей в таких семьях? Ну, я думаю, что в таких семьях надо воспитывать традиции обеих родителей, надо уважать муж традиции жены, жена традиции мужа. То есть, только хорошее прививать муж под собой. Все хорошее взять у каждого, мужа жены, жена мужа. Совсем недавно прошел большой мусульманский праздник, Курбан-Байрам. Я вас поздравляю с этим праздником. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, немного об истории. По религии ислам жертвоприношение это один из святых праздников. И потому каждый год, когда наступает такой праздник, мы, те, которые работают, которые на бюджете, мы как бы собираемся, сделаем выходной, отпрашиваемся, собираемся в одном месте, чтобы провести этот святой наш праздник. Кстати, хотел бы еще поблагодарить департамент региональной политики и все те наши знакомые, которые тоже нам уделяют внимание, они нас поздравляют, они тоже радуются этому празднику, что на территории мы проводим такие праздники и имеем возможность, чтобы собраться и провести такой праздник. Как вы отмечаете его здесь, на севере? Вы знаете, совершенно спокойно. Почему? Потому что те условия, в тех условиях, в которых мы проживаем дома, на Кавказе, либо в основном СНГ тоже, с Узбекистана, с Таджикистана, с Киргизии, мы все собираемся вместе, потому что это один религиозный исламский праздник, и так как в этом нет разделения, мы собираемся, никаких проблем в этом нет, совершенно спокойно проводим, так как мы проводим, провели бы это дома, и имеем возможность сделать это также здесь. В общем, вот такая вот ситуация, и еще хотел бы дополнить, что те отношения, которые на данный момент они есть, это благодаря политике и аппарату губернатора местного, и департаменту региональной политики, и замгубернатора Ильины, в общем, плотно они нам тоже помогают, они нам идут навстречу, они нас выслушивают, они стараются выполнять те поставленные задачи, и естественно с нашей стороны, по мере нашей возможности, то, что требуется от нас, активно работа в этом плане проводится. Ну, ваша организация образовалась совсем недавно, в феврале этого года, чего удалось за это время достигнуть? Ну, за это время проведены нами несколько мероприятий, мы впервые, я так думаю, что провели встречу всех диаспор, которые зарегистрированы, собирались у нас на даче, там присутствовала татара, башкирская диаспора, украинская, белорусская, ненецкая, ненецкая диаспора, была представлена, были представители из региональной политики, за круглым столом, мы посидели, обсудили вопросы, показали свою кухню, пообщались, и после этого, это как бы традиция стала, нас затем все остальные диаспоры тоже на свои мероприятия приглашают, и мы общаемся часто. В мае месяце мы провели действительно для Нарьямара такое спортивное мероприятие, благодаря нашим друзьям, представителям Тимани и ООО Дарго, РИЦ, ООО РИЦ, которым руководит Рамзан, спортивные, ну, соревнования по вольной борьбе, где участвовали, приехали ребята с Дагестана, приехали с Молдовы, приехали, отдельная команда и выступала команда Республика Узбекистан. Всем это очень понравилось, будучи дома, меня еще ребята спрашивали, будет ли еще у вас турнир, хотят приехать, я думаю, с учетом вот этих пожеланий, географию турнира, значит, расширить и провести его в следующем году более, чтобы география была расширена и так более на высоком уровне провести этот турнир. Какие еще может быть мероприятия вы планируете на будущий год или вообще на будущее? Ну, в зависимости от интересов нашей землячества, они могут при встречах нам сказать вот такое мероприятие провели бы с учетом пожеланий местного населения, мероприятия могут проведены другого характера, разного характера, также мы хотели бы музей оформить стенд нашими предметами обихода, чтобы люди видели, как у нас, например, вяжут, какие у нас украшения, ну, хотелось бы такое, чтобы люди, которые не имеют возможности выехать или посетить наши территории, тоже увидели здесь воочию на месте нашу культуру. вот как раз, например, вязание, да, может быть, женщины из вашего землячества не проводят мастер-классы какие-то, обучения? Нет, у нас таких женщин, мы в основном на эти наши сборы землячества ходят мужчины, поэтому, возможно, есть, кто вяжет и так далее, и так далее. Идельные участия в конкурсах, в ярмарках, они уже... Ну, они в ярмарках, да, вот, в последнюю ярмарку тоже участвовали, представляли свою кухню, национальную, я думаю, людям понравилось, ну, посмотрим даже, какие отзывы будут, если людям это, жителям нравится, надо делать, нет, так нет. Также мы, вот, для показа, я вот привез летом уже из дома, вязанные у нас разными узорами носки, там, детские, взрослые, зимние носки, здесь тоже вяжут, но везде свои, свое мастерство в вязания, вот, показать. Ну, хотим расширить этот, ассортимент наших предметов. Ну, на ваш взгляд, хватает ли мероприятий в округе, когда встречаются разные народы, проживающие здесь в регионе нашем? Я думаю, это не то, что это, здесь это присутствует, и я думаю, что это же здесь в крови, показывать и проводить очень часто такие мероприятия, и потому, так как нам не безразлично, нам не безразлично, и все эти мероприятия, и потому у нас вот такая вот организованность в этом плане мы и проявляем. И хотел бы еще добавить, что и поблагодарить Министерство культуры, которое со своей стороны всячески помогает и нам, чтобы организовывать подобие таких мероприятий. Чего бы Вы пожелали нашим телезрителям? Телезрителям, прежде всего, как это основной мир, здоровье, счастье, благополучие, чтобы дружили с друг другом, и всего самого наилучшего. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех жителей, хотел бы поблагодарить также руководство, также аппарат губернатора, Министерство культуры, Министерство региональной политики и всех тех людей, которые как бы плотно работают над этим, над укреплением междунациональных отношений, чтобы не было никаких конфликтов, чтобы были понимания, чтобы на корню, даже если какой-то инцидент был, чтобы на корню это все вопросы решались. Поэтому я хотел бы поблагодарить как жителей, так и все руководство, которым заинтересовано только, чтобы все жили дружно, показывали свои какие-то отношения, серьезные отношения на самом деле, и по мере возможности побольше было таких вот мероприятий, потому что мы со своей стороны будем делать все, чтобы показывать и укреплять нашу дружбу. Хотел бы всех поблагодарить. Я благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в гости. Пусть ваша организация процветает. Спасибо большое. Я напомню, в гостях программы «Актуальное интервью» были представители Дагестанско-Чеченского землячества в Ненецком автономном округе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дагестанско-Чеченского